Вчера Роснефть выставила предложение миноритариям Башнефти по выкупу акций последней по цене 3706 рублей 40 копеек за акцию. Это предложение действует в течение 76 дней, после чего будет проведен выкуп. В какой-то момент после приватизации существовали опасения, что Роснефть не будет проводить этот выкуп. Но напомним, что по закону об акционерном обществе после подобных сделок компания должна выставить оферту миноритариям в течение 35 дней. Но тем не менее опасения существовали. На этом фоне акции Башнефти снижались на 15%, но в дальнейшем это снижение было выкуплено. И, как мы видим, миноритарии Башнефти получили, что хотели. Роснефть выставила им оферту по щедрой цене. Так что, на наш взгляд, миноритарии предъявят свои акции к выкупу. Ну и, в принципе, можно считать историю Башнефти как публичной компании, на этом завершенной. То есть, в руках Роснефти останется контрольный пакет, а Башнефть будет держать блокирующий пакет 25%. Ну, история Башнефти достаточно интересна. Она могла сложиться немного по-другому. Интерес к башкирским перерабатывающим активам в свое время проявляли Локойл и Татнефть. Но историю не перепишешь. В итоге, в истории Башнефти у нас остаются две приватизации. Уголовные дела в отношении ее бывших владельцев, Евтушенкова и Рахимова. Ну и, как финальный аккорд, арест главы Миноконаврозвития Алексея Улюкаева. В историю Башнефть войдет как токсичный актив, приносивший сложности своим владельцам. Но сейчас новая страница истории, и компания станет частью Роснефти.